Директором? 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 Чего вам? Директором? Ну, вообще, в принципе, вы с Сушковым Андреем Леонидовичем или... С Сушковым Андреем Леонидовичем? А с кем он был в замок? По какому вы в замок? По поводу инцидента, который произошел с 17-го и 18-го числа с вожатами. Ясно. Ну, следственные органы занимаются сейчас. Не знаю, не знаю. Вам давали уже следственный комитет консультации? Давали, да. Да? Ну вот, в принципе, да. Он у нас работает следственным комитетом. Дело в том, что директор владелия, который участвовал в этом инциденте, он сейчас находится на допросе с конкуратами и следственными комитетами. Так что, по сожалению, мы не сможем с ним приобрести. В Чебоксарском районе? Нет, в Чебоксарском районе. Я бы встретил. А с кем он поговорил? Где любопедущая передатряда Любовь Александровна? Любовь Александровна Хаванская. Она сейчас... У нас новый педагогический. Давайте пройдем отсюда. Неудобно с детьми. Давайте давайте. Ну, конечно, я вас не заставлю сейчас, конечно, снимать. А вы скажите, пожалуйста, вообще, вот несколько вопросов можно задать. Вы как его получается, да? Я не как РУОО. А кто вас? Я директор предприятия. У ООО «Аград Драма». А директор лагеря у нас имеется преподаватель педагогического образования. А скажите, пожалуйста... Можно вас попросить? Или все-таки вы будете снимать? Нет, директоры предприятия... Буквально. Я так понимаю, это что газета? Мы газета. Ну, вы же видео не выкладываете, да? Зачем нас снимать? Скажите, пожалуйста, а вот сколько сейчас детей находится в лагере, получается? Сейчас? Сейчас? Ну, я не знаю, вот у нас сегодня заезд, может быть, еще часть не заехал. Вас как зовут? Петров Александр Лагеря. Я вам еще раз повторю, что директор лагеря, как вы по инциденту вот этому хотите переговорить, Панин и Елена Ивановна. Вам, наверное, известно, нет? Раз вы говорили со следственным тюрьмитетом. Я спешу вас разочаровать, у вас очень старая информация, и, скорее всего, вы со следственным тюрьмитетом не общались. Мы общались, мы не можем недостоверно говорить. Давайте я позвоню тогда начальника следственного тюрьмитета, на Чебоксарском. Нет, в Чебоксарах, это же Чебоксары занимаются. Нет, это не Чебоксары, это Чебоксарский район. Давайте я позвоню, точнее переговорили вы. Вы с Чебоксаром должны были звонить. Мне нужно только пройти в кабинет за телефон. Мы не собираемся кого-то обвинять или что-то еще? Я понимаю, нет, я все понимаю. Вы просто приехали как бы доложить обстановку, что происходит тут на самом деле. Вот я вам говорю, что на сегодняшний момент, вчера работали следственные органы целый день. Они как бы изучали документацию, забрали ее для изучения к себе. Сегодня проводят допрос как бы потерпевших, предполагаемых потерпевших и участников этого скандального инцидента. А вообще в курсе по поводу инцидента? Я да в курсе. Я как бы узнал об этом инциденте, назначил служебное расследование по своему предприятию. У нас оно идет внутри. А вожатые сейчас эти уволены? Вожатые уволены, да. Те, которые участвовали в этом инциденте, они были отстранены от работы сначала, а теперь они уволены полностью. И сейчас ими занимаются уже наши как бы правоохранительные службы. А уволили их когда? Ну какого числа? То есть если видео попало 24-го числа в интернет, отстранены они были 25-го, а уволены сегодня? Нет, они были уволены после этого инцидента по окончании смены. Они были отстранены от работы, а по окончании смены нужно. Я понимаю, конечно, вам это нужно все записать, сделать. Я вас еще раз прошу. Все эти официальные комментарии дают следственные комитеты. Это очень серьезное дело. Вы понимаете? Это понятно. Мы тоже все прекрасно понимаем. Сейчас уже по общественным, по центральным каналам муссируется эта информация. Следственные органы дают комментарии пояснения. Я в любом случае не дам больше, чем больше. Так что обратитесь к ним. Но все равно мы тоже не хотим через посредников. Это не посредники. Это непосредственные люди, кто занимается этим вопросом. Они нам тоже, естественно, свою официальную информацию дадут. Я вам могу рассказать, что у нас в лагере как здорово. И, собственно говоря, от родителей не поступало никаких письменных заявлений, что есть какие-то там неприцессии. Можете об этом сказать? Мы тоже не будем. Я как-то вам говорю об этом. Что от родителей не поступало никаких заявлений, чтобы были нарушены чьи-то права. То есть как они... Не было у меня таких зафиксированных в первую смерть. А все родители сейчас... Не у меня, а у директора лагеря, который сейчас находится... Повторите, пожалуйста, еще раз фамилию ее. Панин и Елена Ивановна. Она сейчас находится в следственном комитете? Да, она за это знает. А сколько вот сейчас вожатых вообще на территории лагеря работают? Я не считаю, я знаю. Ну, знаете, вот... Ну, отрядов сколько-то? Я вам пытаюсь цивилизованным языком объяснить. Что, как бы, за всеми комментариями обращайтесь, пожалуйста, в следственном комитете. Нет, ну а с директором нам как-то нужно же поговорить. Все равно. И с директором лагеря. Я же вам объясню, где она, кто она, чем занимается. Ну, зачем? Ну, сейчас... Когда она стежит? Я не хочу показаться не культурным человеком. Сейчас развернуться, просто уйти. Ну, как бы... Вы вот даже мне удостоверитесь. Ну, паспорт. Паспорт. Хорошо. Когда она будет здесь, она здесь уже не будет, потому что работает другая вожарская смена, другой директор лагеря у нас полностью обновлена педагогическая. Это после этого инцидента? Нет, это у нас запланировано было. У нас на каждой смене разные, чтобы были интересные смены для детей и разнопрофильные смены. А как с ними можно связаться сейчас? Только через следственный комитет? Да. Но вы вот говорите то, что ни один родитель вообще не написал заявление, да? Не было у меня официальных обращений. Я, дико извиняюсь, у меня в час нет сведущей комиссии именно по этому вопросу. Я не прошу, спасибо большое.